всем привет подписчики с вами я ансач сегодня мы рассмотрим как почему же диснея оборвали такой легендарный культовый мультсериал с приветом по планетам лишь на втором сезоне у автора были огромнейшие планы не отходите далеко ну короче берите вкусняшки заваривайте чай и всем приятного просмотра история открытия данного мультфильма начинается аж 2013 году 16 августа когда и стартовал первый сезон спрята по планетам автор проекта крэйк макрикин он является мультипликатором сценаристом продюсером и но в большую известность он получил супер крошек и над мультсериалом лаборатория декстера интересный факт генди тартаковский тоже принимал участие с этим проектом с тремя милашними девочками с противостоящей силы зла крэйк макрикин сидел вместе с другом с гены с при этом по планету это первым и сериал это появился не на картон network а дисней чену который показывает разные еще вы не замечали то что крэйк макрикин позаимствовал со звуковым сопровождением у геннадия тартаковского а деньги тартаковский является режиссером тоже сценаристом аниматором продюсером и все зрители на нем гордятся с рисовкой и стилем а дальше я не могу ни о чем сказать так как в его мультфильмах полностью отсутствует излишняя музыка и еще не нежные прочие звуки и этого дорогого стоит ведь в наши дни далеко не каждый аниматор способен использовать звуки для кино для привлечения для совсем молодой аудитории можно к примеру взять тоже образ под названием мультяшка марки в этом данном шедевре постоянно персонажи шумят и творят всякие странные вещи ставь лайк если ждешь на эту дичь ну короче с при этом по планетам также работает хорошие грамотно срежиссированный мультсериал создатели в каждом эпизоде не умудрялись вставлять сюжетные дыры и косяки и каких-либо ненужных филерных эпизодов и в каждом эпизоде определяет особенность экшена юмора и всяких особенностей к примеру шутеет немного и своих уникальных персонажей я могу привести даже у персонажей у некоторых есть уникальный характер взять того же пример пусть там или же вон да он добрый смешленый персонаж очень яркий пытающийся помочь всем и окружаемся среды но у него есть минус то что он у него есть неправильное решение но он все же и он сможет выкарабкаться из любой ситуации а лорд доминатор главный антагонист второго сезона мультсериала причем она делает зло ради для удовлетворения своего внутреннего демона и может быть этот персонаж и является иллюзией подростка которую вытворяют всякую дичь и к слову она психанула на персонажа и забрала еду у главных героев дальше потом тизернули на третий сезон но затем он не вышел причина неизвестна но мы можем увидеть в 2025 или где-то 2020 нашего долгожданного продолжения дружелюбного странника помогающего им всем но я думаю то что надо закончить короче ставим лайки подписывайся на мой канал есть тему ролик понравился нажимай на колокольчик и всем удачи и пока а